Всем привет! Вы на канале GD News и это GD Community News. Выпуск 127. Поехали! А перед началом хотел бы порекомендовать вам канал GD Dermixa. У него достаточно разнообразный контент. От прохождений и уровней от подписчиков до небольших обзоров. Ссылка на его канал в описании. Подписывайтесь! Вернам официально сообщил о том, что Firewalk теперь будет верифицироваться Крейзеном, запасной Endswish. Помимо этого у Дольфи забрали верификацию уровня The Golden. В чем же дело? Очередные обвинения Дольфи в читерстве. Сегодня утром EndLevel выложил видео, в котором показал обвинения в сторону Дольфи. Первое обвинение. Слишком идеальные клики. В пример, они приводят клики на другой мышке от другого человека. Второе. 97% на плазмопульс в финале были выложены за 2 недели до фактических. Он утверждал, что сделал этот рекорд после Сапсоника, но оказалось, что видео было создано раньше. Пропуская несколько пунктов, которые мы слышали раньше, EndLevel переходит к Тартарусу. Он утверждает, что возможно здесь есть обрезки, что видно по крутящимся объектам декора. Тем временем Малси прошел Тартарус за 205 179 попыток. Его он проходил на протяжении более года. Поздравляем. Тартарус был оценен в течение дня и поставлен на первую позицию в топ. Теперь это новый сложнейший демон. Множество игроков было удивлено тем, что была оценена именно версия Малси. Кстати, Виприн ответил, что это он отправил заявку на рейд. Также в топ на 43-ю позицию был добавлен Долос, коллаб, хост которого NZUX. Уровень был выложен еще в ноябре предыдущего года. Также PUBG 3 сместился на 67-ю позицию и теперь стоит перед Audio Expulsion и после Беллок. Робтоп на своем дискорд-сервере сообщил новую информацию. На данный момент удаленные уровни без звезд не сохраняются, но это будет исправлено в 2.2. Функция автопостроек не сможет создавать слишком сложный дизайн для блоков. Также он сообщил, что фиксит инструменты для работы с камерой и платформер. Поздравляем Juniper с достижением отметки в 120 тысяч подписчиков. JZor стал на девятую строчку в топе креаторов. На данный момент у него более 140 креатор-поинтов. Nine Circles Demon Fairy Dust перерейтель на Insane Demon. Как вы считаете, заслуженно или нет? Пишите в комментариях. Тем временем Джонатан ГД выложил вторую часть уровня Future Funk, над которым он работал множество месяцев. В уровне 185 тысяч объектов. Уже многие игроки высказались об этом новом уровне. Многие оценки положительные. Крейзен показал финальное превью уровня Вассурета, который будет верифицировать сам Крейзен. Осталось немного. Доделать декор в нескольких частях и конечный арт, который сделает Рауноми. Уровень длится 56 секунд. Также Крейзен верифнул Void Wave XXL коллаб от Cherry за 4 дня прохождения. Он назвал этот демон очень фановым и сбалансированным. По его мнению, демон займет примерно 40-50-ю позицию в топе. Его прошли уже несколько игроков. В частности, Гезбро согласился с мнением Крейзена по поводу сложности уровня. Крейзен установил рекорд 71% на экстрим-демоне Когнишен. Его он проходит на протяжении месяца. Удачи ему! Хайкерри первым прошел Infinite Iniquity за примерно 5000 попыток, флюкнув 73%. Он назвал этот демон очень фановым и сбалансированным. ГЦ. Также его прошел Суибок. Флюкнув 77% за примерно 9000 попыток. Он думает, что демон должен занять примерно топ-20. Он также назвал демон очень фановым. Неон прошел экстрим-демон Aftermath за 4173 попытки. Он прошел всю трилогию. ГЦ. Айден продолжает верифицировать Азур Флея. Возможно, новый топ-1 демон. Так как, по его мнению, демон сложнее Тартаруса. На данный момент у него около 300 тысяч попыток. Удачи ему! Хейден Хейден Х-14 прошел Extreme Demon Artificial Ascent за 11380 попыток. На прохождение ему понадобилось 10 дней. Его наихудшие сливы были на 78-м 4 раза и 96-м проценте 2 раза. ГЦ. Джеллер прошел свой 25-й Extreme Demon Artificial Ascent за 4561 попытку. Его наихудшие сливы были на 91-м проценте 2 раза и 94-м проценте. Демон находится на 103-м месте. Копинапи прошел Extreme Demon Bellog за 3585 попыток. Флюкнув 60-го процента. Демон находится на 67-м месте. ГЦ. Грей-749 прошел Extreme Demon Zodiac за 118338 попыток. Этот демон он проходил на протяжении года. Он сливал более 30-ти раз после 75-го процента. Мега-ГЦ. Делсик установил рекорд 54% на Extreme Demon Zodiac. На данный момент у него около 14-ти тысяч попыток. Удачи ему. Линкл Элпис прошел ненёртнутую версию Void Wave. Она немного сложнее, так как не очень хорошо сбалансирована. Спиртекс установил рекорд 75% на Extreme Demon Bloodlust. Он проходит его всего неделю. Удачи ему. Рэмпи прошел свой Hardest Tempered Steel за примерно 12 тысяч попыток. Его наихудший фейл был на 95-м проценте. ГЦ. Русская девушка Инкароми прошла Extreme Demon Zodiac за примерно 20 тысяч попыток. Его она проходила более 5 месяцев. Мега-ГЦ. Что? Элдекс прошел Extreme Demon Zodiac за 10831 попытку. Ему наихудший фейл был на 97-м проценте. ГЦ. Зерониум прошел Extreme Demon Bloodlust за 23 тысячи 350 попыток, флюкнув 75-го процента. Его он проходил на протяжении 4-х месяцев. Мега-ГЦ. Локалайзер прошел Extreme Demon Killbot за 4 тысячи попыток. Его наихудшие фейлы были на 97-м проценте 4 раза. ГЦ. Итс-Дови прошел Extreme Demon Twisted Tranquility за 2263 попытки, флюкнув 77-го процента. Демон находится на 135-м месте. Блимер прошел Extreme Demon из Акрополис за 3745 попыток. Его наихудшие фейлы были на 84-м, 85-м, 87-м и 94-м процентах. По его мнению, демон немного завышен в сложности в топе. Цитрус прошел свой Hardest Bloodlust за примерно 50 тысяч попыток. Его он проходил на протяжении 4-х месяцев. Это его всего 10-й Extreme Demon. Мега-ГЦ. Я не верю. Я не верю! Я не верю! Я прожжу! Я прожжу! Я прожжу! Я прожжу! Я не верю! Брайан Зе Бургер прошел Extreme Demon Lucid Nightmares за 15542 попытки, флюкнув 60-го процента. Это его 99-й Extreme Demon. Демон находится на 9-м месте. Что? Line of the Night прошел свой новый Hardest Gridlocket за 115552 попытки, который он проходил на протяжении 2-х недель. ГЦ. Я прошел Gridlockets. Я прошел. Ну неужели? Ну неужели? Серьезно? Щеттериум показал свой новый уровень Terminal of Impact сложностью 9 звезд. Он был выложен на аккаунте игрока Крыжовник. Уровень RPZ. Коллаб от игроков Mojitos, HZFod и многих других. Его верификатором стал Мистер Спагетти. Это достаточно старый мегаколлаб, который в одно время чуть не перестал строиться. Он является приквелом к уровню Dash T, также старому мегаколлабу от Magitosa. Ну а номинацию самого оригинального уровня недели мы присуждаем уровню Puma Dash от Aijera. А вам большое спасибо за просмотр. Пока.